Привет всем дорогие друзья, с вами Анри и мы продолжаем прохождение Ордена. Итак, мы на этом Дирижабле, или как он там называется, Цепелин. Пацаны, бля, мне куда надо. Тихонечко, тихонечко обходим этих ребят, а нам походу не сюда. Опа, здесь можно что-то подслушать. Крещение Агамемнона, давайте послушаем. Это не только самое большое судно в мире, но и вершина достижений в области воздушной инженерии и дирижаблестроения. Этот летучий левиафан послужит символом прогресса и светлого будущего. Он станет свидетельством того, что отныне небо принадлежит Британии. Все ждут, что наша великая страна поведет за собой весь мир в новый век. И к этому знамению времени следует отнестись со всей серьезностью. Спуская Агамемнон со стабилей, мы одновременно становимся у руля мировой цивилизации. Лорд Арчибальд Спенсер, 28 августа 1886 года. Вот так, вот этот Агамемнон, то есть это название этого дирижабля. Так, пацанов этих надо подушить пойти все-таки. Давай побыстрее, братик, можешь двигаться? Блядь. А другой где? А, вот он где. Сейчас надо его тут замочмолить. Вот эта такая красивая. Так, второй вон, сикилица, видите? Их же двое, получается. Не трое, надеюсь. Сядь, блядь. Увидел меня, да ёб твою мать. Эй, блядь, эй, надо было с другой стороны подойти, я понял. Он что, как-то странно прячется? Сука, то есть это ты, что, типа, живой подонок, да? Сейчас надо этого замочмолить. Сразу же. Отдыхай еще разок. Блядь, ну а тот, конечно, откуда он доходит, я вам не помню. Но он, по-моему, тут сильно не доходит, да? Он сейчас должен, блядь, развернуться, по-моему. Да? Сядь, нахуй. Сядь, сядь, сейчас мы его подрежем. Только не поворачивайся, блядь. Не вздумай повернуться. Так, готов. Дальше идем. Вот по стелсу мне нравится, честно. Я люблю, обожаю стелс-игры, типа Metal Gear Solid, Splinter Cell и тому подобное. А наш Телор Кастинс, ему не дует. В хуй не дует. Так, сейчас придется пацанов душить. А куда идти надо? Блядь, не уверен, что я... В правильном направлении иду, что у нас тут имеется. Новейшее приобретение объединенной индийской компании. Называется захватнически. Что там? Ничего не понял, ладно. Не успел читануть. Здесь можно по каютам походить, да, немножко? Может, ботинки? Блядь, ладно, давайте все-таки идти вот сюда. Что, даже взламывать не нужно? Да, ладно. Фойе, бальный зал, воздушное судно, Агамемнон. Терсиваль, дело осложняется. На борту Лукан. Мой брат? Что тут делает команду? Кажется, пока все идет гладко. Да, сэр Лукан, все в порядке. Будем в порт, будьте довольны скоро. Хорошо. Оттуда курс на Америку. Черт. Он должен был провожать лордов до нашей границы. Может, сообщить ему, что происходит? И привлечь внимание повстанцев? Галлах избрав. Алистер будет недоволен, что его не предупредили. Перевожится пока рано. В случае чего он даже может оказать нам поддержку. Действуем по плану. Понял. Сообщу, когда найду позицию. Мне кажется, он замешан в чем-то. Брат этот. Алистер. Там что-то на тумбочке справа лежала, мигала. Опа, что это? Опа, вот это оно, с глушителем. С оптикой. Да ты что? Ой-ой-ой-ой, ребята. То, что я люблю. Хитмен. В 86. Вы не должны стрелять, пока мы не ухаживаем цель. Подтверждаю наличие оружия. Постанки будут одеты, как охрана. Они добыли униформы. Охранники без опознавательных знаков. На униформах солдат из Уайт-Чапела не было наплечных нашивок. Да, держите в курсе. Найдите переодетых повстанцев. Уже повернись. Вижу нашивку. Охранник рядом с Гастницем свой. Прекрасно. Теперь остальная охрана. Так, где? А вот еще братик. Нашивки нет. Персивали. На первом этаже повстанец. Ясно. Продолжайте поиски. Угу. Один есть. Подонок. Так. Блядь, а где еще охрана? А, вот они. Нашивка. Персивали. Охранник на лестнице. Настоящий. Хорошо. Ищите. Что ж ты этим плечом повернулся? Поворачивайся, падла. Проклятье. Нашивки нет. Еще один. На балконе напротив повстанец. Угу. Вас понял. Проверьте всех наединуло. Окей. Это был последний. А, все. Хорошо. Уничтожайте любую угрозу. Принято. Что, можно стрелять? Оружие заряжено. Добрые охоты. Ликвидируйте передетых повстанцев. Один есть. Остался еще один. Вот этот. Лука. Повстанцы. Вытащите Гастинса. Уведите его. А, а. Сейчас я, ребята, постреляю по вам. Гастинс ушел. Нужны еще люди. Верем в шпаду Б. Персиваль, цель убита. Идут повстанцы. Мне нужна поддержка. Принято. Направляемся к вам. Ох, ребятки, сейчас будет пиздец, походу. Я вижу, откуда они вылезают. Держивайте их любой ценой. Блядь. Вальтер есть у меня мой. Блядь. Откуда они стреляют? Откуда? А, вижу. На тебе, подонок. Винтовка добротная. Дело в том, что, ребята... Ох, они сейчас могут, мне кажется, и прострелить всю эту движуху. Двоих снял. Хорошо. Все, 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 все. По-тихому простреливаем. Блядь, не с автомата стреляют или что? Блядь, я там присел, козел. Сука, урод. Ой-ой-ой. Каких херово меня простреливает. Блядь. Да. У меня винтовка добротная, но... Все равно этого не хватает. Черт побери. Сука, уроды. Нихера себе они решетят. Где снайпер? Надеюсь, они ко мне не поднимутся? Давай, сука. Высовывай руку. Еще раз. В руку убил. Хо-хо. Ну где? Как, блядь, как встать? Подожди, так у меня же есть эта движуха. А, это другое. Такой-то, блядь, уже... Такой серьезный пестик. Гранатка. Так, хорошо. Теперь, что я по всему надо вниз идти после... Вы что, опять начинаете? Где они, блядь? Кто пиздит, занять позиции? Опа. Нихуя себе, это что было? С... С РПГ у меня стреляли? С связиное оружие на воздушном судне. Конченые. Ребята, вы что творите? Наверх погнал один. Блядь. Они все наверх. Сука. Где ты? В ручку я тебя убил, братик. Блядь. Наверх погнал. Вставай. Убил? Вроде убил. Не, ну блин. Винтовка просто сок. Ага. Что, хотел мне в гранату кинуть, подонок? Блядь, сам взорвался еще. Конченый. Да я понял. Тут их миллион там. Блядь. Нам наверх, судя по всему, да? Персиваль, блядь. Патроны есть, братья, камниор? Патроны не нужны. Блядь. Ебать, он резко выскочил. Фу, блядь, конченый. Ну иди сюда, блядь. Вот это он выскочил. Фу-фу-фу, пиздец просто. Повезло мне, что я еще выжил. Это еще что такое? На переднем двигателе взорвалась бомба. Бойцы, отступаем. Вы, кастрю. На марту предводитель повстанцев. Да, женщина из Вайчеппала. Веду преследование. Не дайте ей уйти. Да, блядь, легко сказать. Аварийная ситуация. Повторяю. Аварийная ситуация. Всем пассажирам требуется спасательных препаратов. Трое, все, больше нет. Сука, подонки, вонючая. Там, блядь, постараюсь. Это ж не совсем легко. Не дайте ей уйти. Еще эти шлепики выскакивают, блядь, внезапно. Ку-ку, блядь. То есть мне не сюда, да? Весело. А, надо вниз лезть. Все, понял. Ах ты, подонок. Ну, дымовушку хоть. И на этом спасибо. Так. Давай-давай, лезем. Аккуратненько. Сейчас что-то будет, походу. Продолжаю погоню. Оставить. Ведь этих шлюпков тут проблема гораздо серьезнее. За борту осталось второе устройство. Черт. Какое устройство? Ладно, я возвращаюсь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И вдруг мне докладывают о многочисленных погибших и об уничтожении лондонского госпиталя. Теперь это... Разумеется, я сдержу слово. Я возьму на себя всю ответственность за возможные последствия. Себастьян, вы хоть понимаете, что я не смогу оградить вас от гнева лорда-канцлера или ордена? Ваш отец все поймет. Сейчас наша главная задача найти второе устройство до взрыва. Рыцари, минутку внимания. Нам надо покинуть корабль, пока еще не поздно. Сэр Лукан проводит вас и организует эвакуацию. Мы продолжим поезд. Ситуация требует слаженных действий. Как я понимаю, никто не хочет остаться на борту. Мы вернемся, как только сможем. Изи, помогите им и назад в рубку. Нет, я останусь с вами. Изи, найдите Лафаэта и покиньте корабль. Я... Я отвечаю за вас перед вашим братом. Идите. Ради меня. Поехали. Найдите диверсантов. Да легко. А куда идти? Сюда. Обстанцы отправить кого-нибудь взорвать второй заряд. Та женщина и ее сообщник сбежали, чтобы привезти в исполнение резервный план. Наверняка. Согласен. Тогда за дело. Так, давайте сначала прочитаем, послушаем. Я буду здесь. Попробуйте попасть в оружейный трюм. Порядок эвакуации. Порядок эвакуации. Порядок эвакуации. Порядок эвакуации. Порядок эвакуации. Порядок эвакуации. Личный танцам может просвернуть и оставшихся ребенков. Сотрудничество. Вот Тесла, молодец. Крысы бегут с тонущего корабля. Трубку. Так. Сейчас походу соберем немножко оружия. Берите, что нужно, и уходим. Так, погоди. Погоди, погоди. Ой-ой-ой. Да да. А, не, лучше это возьми, подожди. Патронов кучу. Гранаты. Это что такое? Квартирмейстер припаснет оружие на целую армию. Охранники компании редко действуют, добрым словом. Не понимая, почему компании разрешено иметь собственную армию. Охуели потому, что вот почему. Так, давайте-ка прочтем, послушаем теперь порядок эвакуации. Инструкция и учебная пособие для экипажа Агамена. Давайте послушаем. Инструкция и учебное пособие для экипажа Агамемена, глава 3. Порядок эвакуации. Не забывайте, пока вы находитесь на борту этого судна, вы обязаны обеспечивать безопасность его пассажиров и груза любой ценой. В чрезвычайных ситуациях высокопоставленным лицам и другим важным пассажирам следует уделить внимание в первую очередь. После этого вы должны обеспечить сохранность приоритетного груза. В случае объявления полномасштабной эвакуации доложитесь командиру корабля для получения особых указаний. Сохраняйте спокойный вид, чтобы не потревожить никого из пассажиров. Приказ об эвакуации для каждого из классов пассажиров по отдельности будет озвучен по системе громкой связи. Вы ни при каких обстоятельствах не должны покидать суд, пока не получите явное указание, что сотрудники компании могут быть эвакуированы. В случае нарушения этих предписаний, к сотруднику может быть применено любое из дисциплинарных взысканий, вплоть до расстрела на месте. Ничего себе. По-серьезки, видите, относятся ко всему. Давайте с пестиком пока пойдем. Нам пока, я думаю, и пестика хватит. Погнали. Люди могут быть повстанцы. Осторожно. Открывай, шеф. Сейчас разберусь со всеми. Займитесь дверью. Я прикрою. В случае обострения ситуации, оставшиеся пассажиры... И все это, что будет предупредить у человека. Та-да. Повстанцы перешли к решительным действиям. В самом деле, ну что-то не так. Это чересчур смело даже для них. Может, вы и правы. Но все равно мы должны их остановить. Так мы их и остановим. Не бойся, шеф. Я все сделаю. Станки какие-то, блядь. Опа. Это что творится? Всем внимание. Просьба сохранять спокойно. Повода для паники нет. Наши карабан не влажны. Мы можем и здоровый устройство. Сука. Хотел подстрелить. Давай-то гранатно собираем. Опа. Получай, подонок. Надеюсь, гранаты кидать не будут. Блядь. Убили, да, меня? Сука, подонки. Это из чего он так выстрелил? Я так особо и не понял. Что-то внезапно, как будто граната взорвалась. За матч молил одного. Ух ты ебать. Да сядь, блядь. Че ты стоишь? Нихера себе дробовик. Вот это он, конечно. Давай, вылезь, сука. Все. Все, блядь. Уроды, вонючие. Сейчас найдем. Подонок. Получай. И ты получай. Сука. А ну, отглядывай. Так, немножечко подам. Следуем, следуем. Кто-то живой еще есть? Сука, уроды, вонючие. Сюда? А куда? Не пойму. Видимо, там у нас. Все, понял. Поднимать надо. Быстрейся, старик лопнет. Пусатый, лезь давай быстрее. Берегись. Вот мы и разделились. Нас едва не убило, мой друг. Это уж точно. Оставьте. Должен быть другой путь. Нет времени. Идите без меня. Я попробую в обход. Не теряйте цель. Блядь. Ладно. Сюда. Сейчас бы днем, походу, с мадам разбираться. Вот, уже подпалили, дирижабль. Ты ебутся в жаблих ногами. О! Да ебать, как его раздамажить. Да все, пиздец, прибил. Нихера себе с дробовиками, пацаны. Ух. Вот это взрыв, ребята. Зря я пошел рашить сразу. Сука, козлы. Та еб твою, блядь. Успею убежать или нет, как думаете? Хочу успеть. Ебануться. Как его убить, блядь? Одного убил. Это только один. Там, по-моему, еще такой, нет? Шлепик. Блядь. В каютах были подстанции. Нейтрализовал их и продолжаю преследование. Тут везде, по-моему. Направляюсь на нос корабля. Потом пробью сквап. Окей. Что, мне кажется, у меня подъем будет. Вот так не кажется, дорогие друзья. Какой-то он нечистый, мне кажется. Куда, вниз надо идти, что ли? Блядь, тут, походу, можно порыться еще, поискать. Всякого дерьма. Я в попыхах. Можно в каждую каюту зайти проверить. Хотя здесь, навряд ли, что-то есть. Тут тоже закрыто. Да, еб твою мать. Походу, вниз только, да? В каютах ничего нет. Ни записи, ни хера. Блядь. Ну, ладно. Сейчас здесь заваруха будет, походу. Почему у меня в спину никто не стреляет? Я к такому не привык. Еще ниже, блядь. Мы типа... Опа-па-па, тихо-тихо-тихо. Он у нас придал, я тихо-тихо. Все нормально, что-то это. Открываем. Вот они. Что-то убиваем. Все, прыгай нахуй. Не стрелять. Его надо остановить. Без разговоров. Поверьте мне, Грейсон. Прыгай. Слушай меня, сынок. Сдавайся, прошу. Не знаете, с кем связались. Не мы, ваш враг. Так, докажи. Прекрати это безумие. Нет. И позволить компании оставаться безнаказанной. Не бойся. Нет, не останется. Поздно. Себастьян. Друг. Прошу, не делай этого. Ух ты, ёб твою. Нехай, блядь, мать, нехай. Что произошло? Контузия. Глава шесть. Самый тяжкий час. 15 октября 86-го. Хрустальный дворец Гайд Парк. Еще раз. Хрустальный дворец Гайд Парк.